Здравствуйте! Вы смотрите интервью в студии Ян Ермешов. Красноярский ученый Сергей Овчинников стал лауреатом премии профессора года 2021. И вот сегодня заведующий кафедрой теоретической физики и волновых явлений СФУ, доктор физико-математических наук Сергей Овчинников, гость в нашей студии. Сергей Геннадьевич, здравствуйте! Здравствуйте! Поздравляю вас с наградой, какая массивная, тяжелая. Здравствуйте, да. Что это дает? Деньги, славу, я не знаю... Скажем так, после денег пока это ничего не дало, я получил только вот этот диплом. Славу дает, мне звонят без конца, причем там включая Мексику, Швецию, все наши бывшие коллеги, ученики мои из разных мест, ну в основном из Красноярска, конечно. Конечно, поздравляют. Ну само по себе приятно. Я так понимаю, вы единственный профессор, который был достоин этого звания? Вы знаете, этот конкурс, как я понимаю, проводится уже несколько лет, но по-моему, такие звания присуждаются только в 2020 году и 2021. Наверное, в Красноярске я пока единственный. Приятно себя так ощущать, да? Да. Вы знаете, мы когда говорим про наших ученых, мы в основном понимаем, вот космос, да? Да. Вот изобрести ракету, это у нас вот за раз. Глобальные какие-то такие вещи. А вот телефоны, которыми мы пользуемся, это, извините, не наши разработки. Какие-то бытовые вещи, которые мы каждый день используем, в этом как-то вклад для наших ученых не наблюдается. Это все в основном зарубежные вещи. Почему так происходит? Это сложилось исторически, поскольку за всю историю нашей страны, ну, я имею в виду уже советской власти и после нее, мы жили в положении фактически в осадном. Со всех сторон как бы окружали нас враги, надо было вооружение. Ну, я имею в виду перед войной и холодную войну тоже. Значит, поэтому основные силы государства тратило на оборонные исследования и те, которые могут дать выход в оборону. Поэтому вот ракеты изобретали, бомбы делали, атомные электростанции как мирное применение бомб тоже сделали самое хорошее. То есть, как это, скажем, любое гражданское использование, любое гражданское пользование, это такая побочка военных разработок. Да, так оно и было в советское время. Сейчас прошло уже после советского времени 30 лет, конечно, но, ну, скажем, 90-е годы это был период упадка во всем. Сейчас, ну, можно сказать, что 20 лет вот мы живем более-менее в спокойной жизни, и кое-какие гражданские применения начались. Например, предидите мне пример. Вот то, что наши ученые сделали, скажем так, для нас, для потребителей. Я занимаюсь магнетизмом, физикой, наукой о новых материалах. Самое быстрое применение – это действительно применение для медицины. И очень много работ делается в нашей области и в России, очень хороший уровень. Это новые материалы для того, чтобы адресная доставка лекарств могла быть сделана, или новые методы лечения, диагностики. Вот каждый знает, он может пойти сейчас сделать МРТ или КТ, например, да, диагностику. Того, чего не было 20 лет назад практически. Материалы, которые сейчас используются в МРТ, годолиний – это, на самом деле, плохой материал для организма, когда его вкалывают там в кровь. Мы, например, вот конкретно моя группа сейчас работает совместно с коллегами из Института биофизики, нашего научного центра. Значит, мы делаем новые материалы, в которых годолиний окружен оболочкой из нейтральных атомов углерода, покрытых сверху водой и так далее. А биофизики исследуют… А теперь проще… Вот действительно, это так. То есть я правильно понимаю, что это будет новый материал, который, когда вводят, например, человеку, он абсолютно безвредный? Безвредный. Абсолютно безвредный. Это цель наших исследований. Но для того, чтобы ввести это человеку, нам мало сделать материал. Дальше идут бюрократические всякие этапы. Нужно получить разрешение на клинические испытания. Извините, без этого никуда. Да, но вот с этим пока у нас есть проблемы. Вот другая группа наших, красноярских, тоже вместе физиков и медиков, работает над созданием новых материалов для лечения рака, для адресной доставки лекарств. Они уже очень много сделали. С научной точки зрения почти все, что необходимо было сделать, сделано. Но они остановились на том, что они не могут получить разрешение на клинические испытания. Вот смотрите, мы все время опять говорим про медицину и космос. Но есть другие примеры. Хорошо. Вот сейчас очень глобальная проблема. Это зеленая энергетика, убрать эти выбросы от угля, от нефти, от сжигания. Идея, как говорится, здравая. Но вот Европа сошла с ума и с этой зеленой энергетикой закрыли все свои... Германия еще давно закрыла атомные электростанции. Теперь они сокращают тепловые электростанции всякие, угольные и прочее. В результате вот они этой зимой мерзнут. Есть способ решения. Тот способ, который в Европе призывают увеличивать солнечную энергетику, приливную, ветряную. Это все красивые и хорошие способы, но они дают, к сожалению, не более 10% потребуемой электроэнергии. Необходимо дополнительные какие-то производства энергии. И существует, наука давно это знает, такое направление, которое глобально может решить эту проблему зеленой энергетики. Это термоядерный синтез, управляемый термоядерный синтез. Фактически нужно сделать солнце в лабораторных условиях. И еще в 50-е годы в виде бомбы водородной это было сделано. То есть энергия этого процесса, который идет на солнце, но только в момент взрыва. Вот только в разрушающих целях. А мы опять говорим... Да, но сначала нужно было сделать это. Потому что следующая задача – сделать этот процесс медленным и управляемым. Потому что бомбой проще сделать. Поджог, бросил, оно взорвалось. А вот чтобы это медленно протекало, то есть фактически, чтобы было стационарное солнце, но в нашей лаборатории, в реакторе, на нашей электростанции. Вот это есть задача, которая называется управляемый термоядерный синтез. В России, еще в Советском Союзе, очень много сделали для решения этой проблемы. Еще с 50-х годов ею занимались. И очень большое достижение России и очень большой задел послужили основой. Сейчас создается международный термоядерный реактор. Это международный проект, в котором участвуют практически все развитые страны. И он строится на юге Франции. Это еще не будет станция, которая будет вырабатывать энергию. Там будет десятилетие опытной эксплуатации, прежде чем начнется строительство новых станций, которые будут работать на этом принципе. Но то, что это будет работать, это однозначно. Этим можно только гордиться. Ну смотрите, у нас же огромное количество ученых. Очень много. Ну вот у вас учеников, да, 27 кандидатов наук, 7 докторов наук, это 34 человека только вы воспитали, да? Да. И вот их очень много. Но по сути дела изобретений-то не настолько много. Надо сказать, действительно, есть такая область науки, наукометрия. И они установили следующий закон, что структура науки напоминает пирамиду. Значит, ниже, 90% ученых, которые лежат в нижнем слое, они производят 10% научных результатов. А вот 10%, которые наверху, они генерируют 90% основных идей и основных результатов. А следующий вопрос возникает сам собой. Почему не отсечь вот эту 90% и не оставить вот эту самую верхушку? Отсечь можно, будет как с российским футболом. Все дворовые команды, если убрать, то потом в сборную некого набирать. То же самое и с ученым, да? И с наукой. Значит, те же самые наукометристы, они этот рассматривают вариант. Если мы отсекаем нижний слой пирамиды, то вся пирамида подсаживается вниз. Она не станется более узкой, и так по-прежнему высокой. То есть уровень тех, которые делают высшие достижения, будет падать. Вот, к сожалению, так. Тогда кто сейчас может стать ученым? Какие требования вы предъявляете к ребятам? Вопрос непростой, очень даже непростой. Но давайте чуть-чуть я издалека зайду. Например, я часто бываю в разных странах мира. В Америке местные американцы, ну, скажем, в такую науку, которой занимаюсь я, физику практически не идут молодые ребята. Там в основном молодые физики – это из Китая и из Индии. Ну, небольшое количество русских. К нам, конечно, поступают, в основном приходят в науку сейчас люди наши, косноярские, эрбетические, но не только. Это из других областей, краев, соседних тоже есть. Требование одно. Наука – это просто очень интересное занятие. И вот если у человека есть интерес заниматься наукой, вот тогда это человек подходящий. Если человек хочет заниматься наукой, чтобы сделать карьеру, зарабатывать деньги, он уйдет рано или поздно, потому что больших денег в науке, к сожалению, нет. То есть можно жить достойно, но сильно богатым не станешь. Современная школа, я смотрю на образование, сталкиваюсь, так как у меня дочка школьница. Я не знаю, мне кажется, что при современном образовании сложно стать ученым. К сожалению, это правда. Действительно. Ну, во-первых, система ЕГЭ в каком-то смысле, я считаю, там виновата в этом положении. Но все говорят, что ЕГЭ это уравнивает шансы людей. Ну, с одной стороны, она уравнивает шансы людей, и она дает возможность социального лифта. Это справедливо. Но с другой стороны, благодаря этой системе, ведущие московские и питерские вузы, они как пылесос высасывают со всей страны талантливую молодежь, а вот нам уже практически ничего не остается. У нас не только в Красноярске, и в других региональных университетах, приличных университетах, у нас не захудалый, в общем-то, университет, наборы просто падают. На физику мы не набираем того количества студентов, которые были когда-то. И на математику, и на технические. Ну, особенно страдает физика, потому что предмет сложный. То есть приток молодежи упал, и теперь уже нету такого конкурса, который был раньше. В этом смысле, конечно, массовость упала. Но единичные экземпляры встречаются до сих пор. Сильные ребятишки, у которых глаза горят, которым интересно. Много изобретений, которые есть в стол, и которые никуда не идут? Много. Не обидно? Ну, бывает так, что просто время не пришло, или сам изобретатель недостаточно адекватно оценил, куда это может пригодиться. А бывает такое, что из стола потом достают лет через 50, и оказывается актуально? Да. Бывает. Спасибо вам большое, что в наше время прийти к нам в студию. Поздравляю вас с высокой наградой, и хочу пожелать вам еще больше достижений. Спасибо, Иван. У нас сегодня в гостях был Сергей Овчинников, заведующий кафедрой теоретической физики и волновых явлений СФУ, доктор физико-математических наук, лауреат премии «Профессор года 2021». Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин